Привет, я AnyMagic, и сегодня я буду разыгрывать своих собак. И мы посмотрим на их реакцию, на эти розыгрыши. Если вам понравится, то ставьте лайк, и я сниму еще какие-нибудь прикольные розыгрыши для песелей, или, например, для киса-лисы, для кошки нашей. И не забывайте нажимать красную кнопочку подписаться, чтобы она стала наконец-то серой. Проверяйте, включены ли у вас в виде давления, потому что YouTube сейчас подтупливает, может вам не говорить о том, что на канале на нашем вышли ролики. Кстати, по поводу тех мешков, что я нашла в лесу, этих странных, я хочу снять об этом видео и рассказать вам поподробнее, а также заодно про глухоту Софи, про детей Юмичу. Так что это будет, скорее всего, вопрос-ответ, поэтому пишите в комментарии все интересующие вас вопросы, и в самое ближайшее время я сниму ролик и отвечу на них. Сейчас попробуем первый фокус с потерявшейся вкусняшкой. Это я буду использовать, типа, как стаканчики, вот эти вот картоночки. Вкусняшкой вот будет наш корм. Платинум. Так, сейчас я его достану. Кстати, очень многие спрашивают часто, где же я заказываю этот корм. Несмотря на то, что у меня в описании под видео, под каждым, есть ссылка на сайт Платинума, на всякий случай говорю еще то, что сейчас корм Платинум можно будет купить на сайте PetShop, то есть в интернет-зоомагазине PetShop.ru. Так что, если что, покупайте, заказывайте его там. А теперь я буду показывать вам корм. Так, подождите, подождите, подождите. Вот вкусняшка. Я кладу ее вот сюда, под коробочку. Три коробочки. Софи, подожди. Софи, ты уже не отгадала, ты уже не отгадала. Подожди. Давайте попробуем по одному делать этот фокус. Суть рожжа за крыша заключается в том, что я беру вкусняшку, кладу ее под одну из баночек, показывая это. Потом, когда кручу и верчу, незаметно ее для собаки достаю, и собака говорит, в какой же баночке вкусняшка, а потом, когда я открываю эти баночки, она видит, что вкусняшки там нет. Как так? Куда она исчезла? Да, вкусняшечка, вкусняшечка, Софи. Наблюдай. Закрываю. Переворачиваю, переворачиваю, кручу, верчу, обмануть хочу, кручу, верчу, обмануть хочу, стоп. В какой баночке вкусняшке? Покажи. В этой? Смотри. Нету. Как, может, в этих какой-нибудь? В этой? Нету. В этой думаешь? Нету. Как так? Сиди, молодец. Смотри, Юмич, вкусняшка. Теперь смотри, наблюдай. Я кладу вкусняшку, вкусняшку твое любимое. Кладу вот сюда. Закрывай. Кручу, верчу, обмануть хочу, кручу, верчу, обмануть хочу. Где вкусняшка? Нету. Ищи. Дальше, давай, ищи дальше. Нету. Последний вариант, да, Юмич? Тут тоже нет. Как так? Тебе грустно? Как это? Покемон, смотри, я тебе покажу другой фонус. Видишь? Видишь, вкусняшку? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О! Как это? Как это? Я не знаю, как. Как это уже сходит? Ладно, держи. Миш, смотри. Как вкусняшка. Кладу ее вот сюда. Переворачиваю коробочки. Где? В серединке, ты думаешь? Ну, смотри. Да, нету тут. Вот тут тоже нету. Тогда вот в этой, да? Вот тут тоже нет. Миш, смотри, типа чего? Как это? Ладно, Миша, держи вкусняшку тебе. Кладу. Подожди, Юмась. Верчу, верчу, верчу. Где здесь вкусняшка? Здесь? Смотри. Нету. Ха-ха. Это он тупит вообще. Смотри, тут нету. Тут нету. Ладно, давай другим фокусом. Смотри, Юмась. Вот вкусняшка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Где? В какой руке? Ать. Нету. А тут? Нету. Куда она делась? Куда она делась, Эля? Ха-ха. Вон она сзади меня. Смотри. Еще раз. Раз, два, три, раз, два, три. Ать. Блин, по-моему, он меня спалил. Ха-ха. Где Эльба? Где она? Нету. Нету. Он смотрит то туда, то на меня, но за вкусняшкой туда не идет. Он ждет, выжидает. Или тупит, да, Ивась? Давай, Сюри, Катька, сделай. Молодец. Кстати, ставьте лайк, если хотите розыгрыш вор в доме. Следующий розыгрыш снимали многие. Он заключается в том, что я прячусь за одеялом, а потом исчезаю. Эй. Эй, Юмин. Смотри. Кто это тут? Кто это тут? Миша, короче, вообще ушла. Она не хочет участвовать, видимо, в розыгрыше ни в каком. Где я? Где я? Эй, Юмин, Софи. Где я? Где я? Кто меня нашел? Да, нашли меня. Ай, не могу. Короче, мы попробовали провести этот розыгрыш несколько раз. И все время у собак это вызывает просто какое-то недоумение. Миша вообще ушла. Просто вообще ушла. Давай. Нет, не залазь же, ну ты че. Вставай, вот так говорю. Вкусно? Хочешь ты это? Нет? Это же вкусно. Нет? А вдруг она не будет к ней реагировать? А вдруг она неинтересна? Вкусняшка, надо другую взять. Ладно, попробуем с ней. Суть розыгрыша называется он «Летающая вкусняшка». То, что я привязываю вкусняшку на нитку. Прячусь за другую сторону стола, острова. А вкусняшка будет болтаться с этой стороны. Они не будут меня видеть, что я там ею управляю и потихоньку ее подтягиваю. Посмотрим, кто из всех будет самый активный и захочет ее своровать, эту вкусняшку. Самой первой на вкусняшку клюнула Миша. Остальные просто не стали ей мешать. Отлично. Приманка сработала. Теперь нужно дать ей пару минут попробовать на вкус это лакомство. Чтобы уже точно не захотелось его потерять. Остальные собаки по каким-то непонятным причинам вообще не участвовали. Как будто они все договорились, что будут пробовать одолеть вкусняшку по очереди. Миша всеми способами пыталась грызть неподдающуюся двигающуюся вкусняшку. Но вдруг вкусняшка вырвалась и взлетела. Это слегка насторожило Мишку, но уж очень хочется съесть лакомство. Она пыталась хватать ее и так, и этак, но только ртом. Лапы она не применяла и на задние тоже не вставала. В конце концов Мишка сдалась и бросила эту затею. А попытать удачу ей на смену пришла наш покемон Юмичу. Она, кстати, была немного поактивнее. А вот София и Эйвен продолжали не вмешиваться, как будто ждали своей очереди. Юми, в отличие от Миши, все-таки пыталась прыгать за вкусняшкой, но потом она, видимо, включила мозг и подумала, а как же она держится в воздухе? И в итоге решила найти источник секрета летающей вкусняшки и пошла за стол, откуда вела нитка. Иди сюда. Да, догадалась, что я здесь. Да, догадалась, что я здесь. И после того, как Юми раскрыла мой розыгрыш и где я нахожусь, никакие попытки приманить на летающую вкусняшку Софии Эйвена уже не срабатывали. Ну а следующий пранк заключался в том, чтобы удивить собак своим неожиданным появлением. Сначала в одном окне, когда они все находятся в комнате. Кстати, у меня стояло две камеры. Одна напротив дивана, а другая напротив окон. Потом исчезнуть и появиться в другом окне. Но собаки, видимо, не могли толком разглядеть в окнах мое лицо и понять, что это вообще я. А еще не все из них понимали, откуда вообще раздается этот стук. Поэтому пранк вышел из-под моего контроля по ходу. Да уж. Короче, я надеюсь, вам понравилось это видео, смотреть на реакцию собак. Если вы хотите еще каких-нибудь розыгрышей, в том числе с кисой Алисой, с кошкой, то ставьте лайк, пишите свои вопросы в комментарии на рубрику вопрос-ответ. Подписывайтесь на канал и переходите по ссылочкам на новые ролики на других каналах. И увидимся скоро в новых видео. Пока!